Физкульт привет, друзья и ученики! Пока еду с тренировки, хочу снова поговорить на тему, которая продолжает мусолиться и очень много смешных заблуждений и высказываний. И люди вообще просто не понимают принципов построения тренировочного процесса. А напомню, что я специально, когда осознал, в каком направлении хочу двигаться, чем заниматься, поступил в университет на факультет физической культуры и спорта, где прошел теорию, практику различных видов спорта. И, друзья, какой вид спорта имеет свою методологию? Не просто так. И везде есть принципы развития силы, выносливости. И они, друзья, не для кого не индивидуальны. Но, играя на том, что все мы хотим быть, чувствовать себя супер особенными, особенно во времена, когда диктатуры все крепче и крепче сжимают наши яйца, хочется находить в чем-то индивидуальность. Поэтому мы так верим и ведемся на то, что в бодибилдинге все индивидуально. Но это такая чушь, друзья. Я понимаю, что я в авангарде, что практически никто об этом не говорит. Но мне все равно. Люди тоже раньше сжигали на кострах других людей, которые утверждали, что солнце крутится вокруг Земли, и весь мир так думал. Но мы-то знаем, что вокруг чего крутится. А недавно еще совсем любой физик готов был сам зайти на костер за идею того, что атом мельчайшая частичка вещества. Но сейчас появились кварки. В общем, перейдем непосредственно к обсуждению данной темы. Особенно смешно звучит то высказывание, которое мне часто пишут, и ладно бы просто люди, но нет, пишут практикующие тренера, инструктора, люди, взявшие на себя смелость, ответственность тренировать других людей. пишут такую чушь, что нужно сначала привести мышцы в тонус на тренажерах, а потом уже приседать и делать становые тяги. Как так сразу человека бросать на присед, на становые тяги? Но, друзья, это все равно, что вы пришли в бассейн, а вам говорят, научитесь нырять, а потом мы вам нальем воду. Неужели вы не понимаете смехотворность? Я не буду говорить. Глупость и тупость подобного. Смотрите, все люди, особенно современные инструктора, любят сейчас такое высказывание, как функциональность мышц. Но никто толком вообще понятия не имеет, что это такое. Что вкладывается в подобное значение? Что мышцы должны быть не просто большими, я так думаю, они вкладывают такое понятие, но они должны быть еще и способны пронести ваше тело в 100 метровки или на длинную дистанцию пробежать, прыгнуть, и выполнять различные другие двигательные действия, не связанные с подъемом тяжестей. И это, в принципе, правильно и логично. Назовем функциональность таким, дадим, вернее, такое определение функциональности. Так вот, чтобы вы понимали, возьмите любой вид спорта, вообще любой, хоккей, баскетбол, даже гольф, везде присутствует физическая нагрузка. И везде присутствует физическая нагрузка базовая. Где-то даже присутствуют тяжелоатлетические толчки, рывки, тяги, везде присутствуют. Приседания – это вообще давно уже не упражнение. Приседания – это естественная необходимость. Грамотные приседы помогают в спине оставаться здоровой. Чтобы вы понимали, по статистике, больше всего травм поясничного отдела позвоночника происходят не от приседов. И даже, о чудо, не от становых тяг, друзья. А, внимание, от бестолковых, беспонтовых подъемов на бицепс. Да, действительно, друзья, по-другому здесь не скажешь. Сдуру можно и хер сломать. Извините за такое высказывание, но просто, чтобы было совершенно понятно и доступно каждому из тех, кто посмотрит этот ролик. Так вот, когда вы сели в любой тренажер, либо пытаетесь каким-то другим образом изолировать мышцу и дать ей нагрузку, если это будет постепенно повторяться и повторяться, что происходит? Происходит как раз-таки разфункционирование по тому определению, которое мы с вами дали. Почему это происходит? Если вам непонятно, откройте учебник физиологии. Проще говоря, чтобы всем было понятно, кому в лом вникать в теорию, а это вообще, в принципе, должен знать каждый. Почему мышца сокращается? Потому что мозг через нервные окончания, нервные волокна, дает сигналы мышцам сокращаться. Вот, ну, в принципе, это знают очень многие. Хочется в это верить. Но мало людей, кто знает, что... А, кстати, линдовер там как-то говорил при том, что в всем, что я уважаю этого человека очень, что у мышц нет мозга. Ну, это вообще просто смешно. У мышц есть мозг. Вот он здесь. Потому что мышцам на сокращение посылает сигнал мозг. Но что самое главное, и о чем, видать, не знает человек, утверждающий, что у мышц нет мозга, мышца дает обратный сигнал мозгу. То есть нервное сопровождение между жду мозгом и мышцей идет в обе стороны. Если вы научите человека делать разгибания в тренажере сидя и делать сгибания в тренажере лежа или сидя, неважно, это будут сугубо индивидуальные упражнения на каждую из этих мышц. Здесь конкретно будем говорить, разгибание это квадрицепс, сгибание это бицепс бедра. Что произойдет? По мнению вот этих недотренеров, мышца получит тонус, и потом человеку легче будет приседать. Но на самом деле происходит все с точностью до наоборот. Приседать станет еще сложнее. Еще тяжелее будет бедному человеку, начавшему свой путь с тренажеров. Вообще, если говорить откровенно, тренажеры придуманы, изобретены были и приведены в спорт для профилактики, для лечения, для восстановления после какой-то травмы. То есть для больных людей. А если вы научили свои мышцы работать в каком-то таком одном изолированном движении и, как многие любят говорить, наработали связь мозг-мышца, потом, когда вы будете приседать, где необходима как раз-таки функциональность мышц, не только ног, если на то пошло. Что произойдет? Произойдет вообще страшнейший разбаланс движений. Ваш мозг не будет понимать, что делать. И придется гораздо больше времени потратить и усилий на то, чтобы обучить человека тем же приседаниям. Естественно, когда человек приходит в зал, и любой мой ученик может вам это подтвердить, никого я не загоняю на веса. Наоборот, многие говорят уже, Егор, я вроде бы чувствую в себе силы и способности, давай начнем уже прибавлять веса. Нет, друзья, мы месяц за месяцем скрупулезно нарабатываем технику, нарабатываем вот эту пресловутую связь мозг-мышца, чтобы организм человека, чтобы мозг выработал все эти связи, прочертил, проложил все эти рельсы в центральной нервной системе, которая будет регулировать уже все другие системы и костно-мышечный аппарат. Только так, а не иначе. Поэтому, когда вы слышите, что вам говорит тренер, что нужно начать сначала заниматься в тренажерах, а потом переходить к базовым упражнениям, говорю вам прямо, это не тренер, это долбоем. Извините за выражение, извините, если вы смотрите ролики совместно с детьми. В следующий раз буду заранее предупреждать, чтобы убрали детей от экранов. Но не могу я по-другому никак сказать. По той простой причине, ладно бы, думал человек сам по себе так и тренировался так, но нет, человек пытается учить других людей. Заведомо свою глупость вкладывая в другие головы. И естественно, эта тупость, глупость распространяется. А к моему величайшему сожалению, и я точно такой же, мы, люди, склонны воспринимать правдивую информацию ту, которую услышали первую. Мало людей, реально способных мыслить аналитически. По той простой причине, опять-таки, что школы, общество, все учит наш мозг мыслить шаблонно, мыслить формулами. Не думать, не включать свои шестеренки, рассуждать, рассматривать разные точки зрения, подходить к вопросу с любой стороны, с разной возможной стороны, допускать, что это не есть истина. Что тут еще скажешь? Друзья, если вы хотите быть инструктором, не просто навариваться на людях, то хотя бы возьмите на себя смелость, по-другому не скажешь, открыть учебник анатомии, открыть учебник физиологии, почитать. И если у вас есть в голове серое вещество, вы сами все это поймете. Весь, весь спорт строится так. Но нет, каждый бодибилдер считает себя супер белой вороной. Каждому хочется сказать, что он вот такой супер индивидуальный. Повторяюсь, супер индивидуализация тренинга нужна только на этапе выступления на соревнованиях. И никак иначе. Невозможно, воздействуя на мышцу, затрагивать ее какой-то отдельный сегмент. Сколько раз уже можно об этом говорить. Квадрицепс состоит из четырех пучков. И при любом упражнении на квадрицепс будут работать все эти четыре пучка. Нельзя за счет отведения носков в стороны или наоборот сведения их, либо каких-либо еще других манипуляций, создать такую нагрузку, такое условие, при котором, к примеру, будет работать только один пучок квадрицепса. Невозможно, друзья. Это фантастика. Просто фантастика. Поэтому, грамотно тренируйтесь. Строите свою силовую базу на основе уже базы, наработанной в базовых упражнениях. Выполняя приседания, вы будете тренировать абсолютно все. И все великие спортсмены говорят о необходимости, о важности приседов. Приседы – это как мощный стимул для тех, кто хочет сбросить лишний вес при грамотном питании. Для тех, кто хочет нарастить мышечную массу абсолютно везде. Не только на ягодицах или на ногах. Опять-таки, при соблюдении определенного режима питания. Но все упирается в ваши возможности восстановления. Имеете ли вы возможность спать 7-8 часов ночью? Можете ли вы 15-20 минут отдохнуть днем? Только от этого и от того, как вы питаетесь, должны строиться ваши нагрузки. Но никак не иначе. Никак не по-другому. И вот еще основная причина того, что люди уходят из тренажерного зала. Из-за того, что девочки не видят результатов. Потому что действительно, когда у тебя есть лишний вес, ты приходишь, а вот такой горе-инструктор сажает тебя в тренажер на разгибание. А до этого ты час бегаешь на дорожке, а после еще столько же. Но это самое тупое, что только может быть. Естественно, любого нормального человека это просто вытолкнет из тренажерного зала. Если хотите узнать, что такое мотивация по-настоящему, как она строится с научной точки зрения, почитайте мою статью. Она так и называется «Мотивация». Большая серьезная статья, которая откроет вам глаза на многие вещи. И помните, друзья, что лучше одно базовое упражнение, чем 10 изолированных. Естественно, если вы тренируетесь натурально. Друзья, надеюсь, вам нравятся мои ролики. Я стараюсь делать их максимально полезными для большего обхвата людей, девчонок, парней, мужчин, женщин, тренирующихся натурально и не очень. И лучшая благодарность – это репост моих статей и видеороликов у себя в соцсетях. Если вы хотите получить какой-то ответ на очень важный для вас вопрос, пишите его в комментариях у меня на YouTube-канале. За что я тоже буду вам благодарен. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Обязательно пишите конструктивную критику. Если вам что-то не понравилось, напишите, к примеру, тот, кто послушал весь этот ролик, если он не согласен. Не надо просто писать, да, говно, ролик, дерьмо, информация. Напиши, с чем конкретно ты не согласен и почему. Если у тебя, конечно, есть мозги. Если ты не просто хейтер, если ты не просто тролль вонючий. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Спасибо, что остаетесь на канале. И не забывайте, что я пытаюсь делать наш с вами канал реально интерактивным. Присылайте мне на почту свои видеоролики со своими тренировками, со своими мыслями о питании, о восстановлении, о каких-либо ваших наблюдениях, практическом или теоретическом опыте. Это все интересно не только мне, а всем нам, тем, кто смотрит этот канал. Каналов, где постоянно показывают, рассказывают о различных уродах, типа руки-базуки и еще всякой хрени, полно. Полно каналов, которые рассказывают и показывают нам именитых спортсменов, знаменитых людей. Но канал, на котором показывают обычных людей, таких, как мы с вами, тренирующихся, живущих в социуме, вынужденных работать, учиться, такого практически нет. И давайте сделаем его. Присылайте все адекватные ролики, я выложу у себя на канале. И плюсом вы получите огромный, шикарный бонус. Я бесплатно включу вас в закрытую группу тренингов, основанного на различном типе мышечного волокна. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.